Это второе видео сериала из поездки на Дальний Восток в июле 22-го. Наверное, одна из самых грустных частей. Погода сегодня паршивая, качество записи такое себе. А из-за постоянного дождя большую часть времени пережидали в укрытии. Из интересного на сегодня маяк Токаревского и сопка Орлиное гнездо. В промежутках немного обзора Владивостока. Сегодня второй день во Владивостоке. Как и обещали, погода испортилась. Сегодня с утра шел дождь, достаточно сильный. Но это нас не удержит от того, чтобы продолжить прогулки по городу. Да, день решил начать с подготовки завтрашнего дня. Хотел съездить на какой-нибудь остров, например, на Рейнике. Перед нами же сейчас улица Светландская, по которой вчера уже гуляли, при более благоприятных условиях. Впрочем, смотреть на улицу приятно и сейчас. Недаром фасадная часть центра Владивостока. На этом месте в 60-70-х годах 19 века стоял дом первого жителя города Владивостока, Якова Лазаровича Семенова. Центральную площадь вчера тоже смотрели, поэтому останавливаться не будем. Заходим за площадь в сторону морского вокзала. По дороге проходим местную ярмарку. Потом идем по мосту с видом на последние метры транссиба. Достаточно запоминающийся момент. С другой стороны, вид на бухту Золотой Рог и Золотой мост. В общем, в этом здании нельзя купить билет на Рейнике, но нас отправили в другое здание, где можно купить и дали вот такую вот карту. Здесь вот я наконец понял, зачем существуют туристские центры. ХЗ, почему я произнес название острова Рейнике, как произнес. С ударениями у меня вечная проблема. Я думал, мы успеем тут дождя сесть на автобус, который идет в автобусе, в 29-м мешок. Не успели, сейчас будем мокнуть. Самый апогей дождя в кадр не попал. Дождь шел под углом, поэтому больше беспокоился над тем, чтобы поменьше вымокнуть. Потом сходили до терминала и купили билеты на завтра. О той поездке завтра и расскажу. Несмотря на не самое опасное, что у нас все билеты здесь оказались, обслужили нас быстро, поэтому завтра утром мы едем на Рейнике. А сейчас я ХЗ, что делать, нам нужно дойти до автобуса 29-го, на котором мы уедем на остров Русский, но из-за дождя здесь очень быстро становишься мокрым и непонятно, когда он закончится. Это какой-то тотальный анрил, под таким дождем, конечно, гулять нельзя, поэтому мы на пару часов, как минимум, вернемся в номер. В общем, утренняя часть прогулок ограничилась ранее показанным. Ушли прятаться от дождя в номера. Пипец, кроссовка моим, пипец. Еще дореволюционное здание Владивостокской женской гимназии 1907-1908 года. Сейчас здесь находится гимназия номер один. А мы сейчас сделаем вторую попытку погулять по Владивостоку. Московский брендинг за авторством Артемия Лебедева. Это электробус. На остров Русский в 3 часа дня ехать уже поздновато, поэтому скользь погуляв по уже знакомым местам, пошли в сторону Алиутской. На Алиутской сели на автобус номер 60 и поехали к достопримечательности поближе, к маяку Токаревского. Ехать нам 20 минут, наблюдая темнеющую картинку за окном. А еще я тут осваивал новый метод автобусной съемки из окна под углом. За окном полуостров Шкота, на котором находится районная горшель. Субтитры создавал DimaTorzok С конечной автобуса нужно немного прогуляться, то есть еще 20 минут, но пешком. Я думаю, что по дороге вряд ли будет что-то интересное, поэтому смотрим таймлапс. Не будет походу никакого таймлапса из-за ветра, из-за того, что капли летят в объективе, все равно никак не будет видно. Вон там далеко видно маяк, наша точка назначения. Дорога до маяка не особо интересна, но уж очень большой контраст с центром Владивостока. Кошкой называется песчаная отмель, на которой в нашем случае установлен маяк. Наконец пришли. Начинается все предсказуемо с ловушек для туристов. Среди них еда и точка, которая была точкой до того, как это стало мейнстримом. Я почему-то думал, что сегодня здесь людей не будет вообще, потому что туман и погода так себе весь день. Но машин здесь достаточно много. Скамеечки, на которых наверняка приятно сидеть, когда погода немного другая. И там корабли. Всегда интересно было, почему они вот так вот стоят на некотором отдалении от берега. Как будто на приколе, но ничего-то ждут. Эта коса приведет нас к маяку. Это искусственная дамба. Прогулка случилась ну такая, примерно представляете какая. Зато тут было почти пусто. А под ногами как будто морская капуста лежит. Да, при такой погоде здесь гулять ветер, еще дождь клещет, усиливаемый ветром. Прямо, надо сказать, не очень приятно. При этом температура, наверное, все-таки за 20 градусов, потому что совсем не холодно. Это вышка Лэб, которая, кстати, тоже отмечается как достопримечательность. Провода идут на остров Елены, который попадет в кадр только по касательной. Но вот я и у одной из самых известных достопримечательностей Владивостока. Маяк Токаревского прямо перед нами. Его высота 11,5 метров, а построен он 110 лет назад. В отличие от всех маяков, что я видел прежде, этот используется по назначению. Говорят, прилив случается после обеда, а до обеда можно поотмели подойти к маяку. Но это не точно. Два года назад тайфун смыл насыпь, оставив шпалы, торчащие из воды. Восстановили путь до маяка или нет, не скажу. Это морской еж. Вот здесь вот еще есть мертвая морская звезда. Ну а количество ракушек самых разных видов здесь их ничьей. Размеров, видов, формы, суслояния. Вот, например, ракушка. Такая вот, видавшая. Обломок другой ракушки. Интересный. А, первомутровый. И еще. Наверное, даже больше другой. Здесь видно остров Елены справа и остров Русский прямо по курсу. Лирический момент. Остановился, чтобы запомнить. Как будто два независимых моря с разной высотой и скоростью воды. Считается, что на Токаревском маяке заканчивается материк и начинается море. Место абсолютно замечательное. Но о том, как оно выглядит в хорошую погоду, могу судить только по картинкам в интернете. Сегодня же и собственные глаза было сложно открыть. Из-за шквального ветра и капель дождя, заливающих все подряд. Еще один ракурс со стороны. Это уже по дороге в центр. Гораздо безопаснее смотреть маяк на расстоянии. И, собственно, дорога назад. Мишлен-222. А там проглядывается Русский мост. По нему мы поедем послезавтра. Провода между столбов висят, как современное искусство. Вот такие детали всегда интересны. Потом мы сели на тот же 60-й маршрут и отправились в город. Здесь краткая презентация Эгершельда, которую нам показывают за окном. Музыка. Проезжаем Светландскую и едем по Океанскому проспекту. По нему мы вчера въезжали в центр. Океанский прямо интересный проспект с очень приятной архитектурой. По нему доезжаем до проспекта Красного Знамени, что за Покровским парком и отправляемся на восток. Так себе на самом деле получился этот день с позиции путешествия и прогулок. Но погодные условия, как бы других вариантов нам не предоставили. В любом случае мы в этом регионе, во Владивостоке и рядом еще ближайшие три дня. Общая картинка таких рандомных мест Владивостока меня радует. Большой плюс, а для кого-то минус – это рельеф города. Неплоские города, по-моему, всегда смотрятся интереснее. Сейчас перед нами дикое смешение архитектурных стилей и стела Орден Победы, установленная два года назад. Далее нужно обратить внимание на компоновку общей картинки, созданную в том числе рельефом города. У городов, которые стоят на сопках, есть один большой флюс – это вот такие визуальные картинки, где дома как бы слоями и нависают над окружающим миром, как сейчас перед нами. Они кажутся очень-очень высокими, но фактически это стандартные панельные девятиэтажки. Примерно такая же история в Мурманске, куда мы ездили в прошлом июне. Здесь находится Дендропарк, но я думаю, мы туда не будем заходить. Протяженность тропы один километр. Может быть и зайдем, но не сегодня. Наверное, это уже можно считать районом, который не в центре. Может, такой переходный район от центра к периферии. И это заметно по внешнему виду. Есть подозрение, что во Владивостоке есть платные парковки. Наконец, сворачиваем в сторону Орлиного гнезда. Да, я был в курсе, что есть другой, более цивилизованный подъем. В том задумка и была – залезть отсюда, а обратно выйти там. Деревянные ступеньки. Один в один, как в Мурманске. Согласитесь, перед глазами чуть сюрреалистичная картинка. Потом немного перематываю дорогу. Останавливаемся посмотреть панораму сверху. Далее тоже весьма сюрреалистичные пейзажи. Верхушки многоэтажек, упирающиеся в сопку. И гаражи. Их размещение на сопках встретим неоднократно. Забавно здесь гаражи на сопке разместили. Получается, ты живешь в доме где-нибудь там внизу. А чтобы за машиной сходить, тебе надо подниматься наверх и отсюда уже ехать. На самой сопке тяжеловатая картина. Вышки Лэб плюс телевышка. Но это по-своему красиво. Еще красивейший панорама. По-моему, с той стороны, вот прямо перед нами, оттуда мы приехали вчера из аэропорта. Наверное, я дурак и не умею гуглить, но мы вообще оказались не там. Золотой мост за эти несколько дней смотрели во всех конфигурациях и со всех ракурсов. Но на смотровую площадку Орлиного гнезда так и не попали. Она оказалась ниже, около фуникулера. И вот мимо площадки мы умудрились за это время пройти три раза. Зато у меня есть видео с самой сопки. Там маленькая скульптура под названием Эйфелева башня. Здесь много зелени и, конечно, ветер. Немного портит картину стройка, которая перед нами. Мы видели ее вчера от станции фуникулера. Станцию фуникулера тоже можно здесь увидеть. Это здание, которое торчит прямо загораживая, наверное, одну восьмую всей панорамы. Но мост, золотой мост отсюда видно. Еще отсюда видно русский мост. Гораздо лучше, чем вчера было видно оба этих объекта. Туман тоже есть, но сегодня он как-то пореже. Сопка чем-то напоминает гору Машук в Пятигорске. Тоже антенна, тоже такая же панорама. Единственное, что та гора, она более туристическая. Здесь как-то все по-дикому и кроме нас, кроме нас здесь никого нет. В тот день здесь был агрессивный ветер, поэтому мы немного постояв наверху, отправились вниз. С другой стороны сопки, к слову, ветер был куда слабее. Там внизу такие цвета, как будто бы солнце вышло. А солнца мы не видели аж с Петербурга. Это вид на противоположную, от золотого рога, сторону города. В общем, классное место, это Орлиное гнездо, однозначный мост-кайф для посещения во Владивостоке. Спускались в сторону Нерчинской улицы. Такое тут тоже бывает, но, честно говоря, в центре встретил буквально несколько случаев. Это при постоянных дождях. А так здесь ничего интересного. Ну а теперь я точно подхожу к завершению этого видео. И все, что будет дальше, это будет такая необязательная часть, где мы, как обычно, идем куда-нибудь, где будем ужинать. И по дороге я что-нибудь выцепляю. В этом месте из-за рельефа окружение максимально напоминает Мурманск. Да и внешне, надо сказать, весьма похоже. Это улица Убаревича, по которой мы неоднократно гуляли, но в этой ее части мы еще не были. Сейчас будет небольшой обзорный пробег по улице Убаревича, переходящей в прогулку по Семеновской. В комментариях особого смысла не вижу. По городу расставлены достаточно остроумные баннеры, которые пропагандируют отказ от электронных сигарет и от всяких айкосов, коих в центре достаточно. Диагональный пешеходный переход. Как будто с 2004-го приехала. Так получилось, что это место на пересечении Семеновской и Алиутской мы посещали чуть ли не каждый день. А это уже знакомая нам улица Алиутская. Где-то по дороге немного заглянули в миллионку. Это бывший Владивостокский Чайна Таун. Через два видео погуляем по нему подробнее. Как будто по Лиговскому гуляю. А это спустя несколько часов, когда мы возвращались из ресторана в номер. Камера фигово снимает, когда света недостаточно, а того картинка такая. Сегодня день был именно что отпускной, из-за той погоды полдня тупо потеряли. Завтра так потеряем, считайте, что весь день. Ведь завтра по такой же погоде мы окажемся на острове в полутора часах от Владивостока. Но это будет следующая история. Предмет следующего видео. Этот же ролик подошел к концу. Спасибо за просмотр и до встречи в будущих видосах. Или прошлых. Мало ли, может ты их пока не видел.